один из них закрывал прекрасный скат очень высокий класс игры да он просто уверен в себе он знал что забьет этого шара поэтому решил так немножко подрочистить вот так вот видите долго не целится не потому что ну как-то хочет он показать себя ни в коем случае просто действительно настолько хорошо чувствует я думаю он очень много времени проводит за бильярдным столом это правда много проводит иногда вот так ошибается но ничего страшного счет становится 18 18 евгений догнал владимира меркулова ну теперь право то у владимира меркулова и обратите внимание почему собственно вот сейчас не достиг цели удар евгения играл с борта надо сказать что с борта бильярдисты тоже отдельно учатся играть равно как из машинки равно как из высокого мостика и в общем все неудобства они себе изобретают для начала а потом начинают тренироваться с этих неудобств играть потому что позиции бывают разные на столе и нужно уметь одинаково приятно и легко справляться с разными ситуациями поэтому отдельные часы тренировок посвящаются этому вот удар с борта вот это разновидность удара поверьте он довольно серьезно отличается вот алла не даст мне соврать довольно серьезно отличается от удара со стола когда ты можешь совершенно спокойно и легко положить до основного неудобства удара с борта это как поставить муст удар всегда ведь наносится в верхнюю часть шара что визуально вот нет если действительно шар вплотную слотную безусловно да вплотную туда естественно в верхнюю часть шара но если там есть хотя бы маленький зазор то есть уже возможность из ловчиться и сделать удар сверху и будет там тоже масса вариантов причем все виды все варианты ведут к усложнению масса тоже не самый легкий удар масса это сложнейший удар кстати он очень часто выполняется в пуле вот миллиарды практически не применим в трюковых разве что упражнениях неужели падает нет ну так покрасовался что ли сейчас наверняка евгений играл обратите внимание ведь этот шар это свой свой шар по которому наносил удар чужого он планировал забить а это сила удара который ну то есть этот размер удар для того чтобы вывести себе в центральную лузу вывел вот только красовался красовался и забыл пользоваться не воспользовался тоже странно даже ну бывают разные досадные ошибки евгений опять же не зря думает так долго ему важно что будет дальше с этим шаром все понятно должен падать конечно может не упасть не упал же только что евгений только что опять же не упал его владимира но евгений продолжил эту традицию видите как поставил это под своего то ведь прекрасно поставил он ставил под своего с подбоем пирамиды безусловно да вот 24 18 таким образом заканчивается вот эта партия повтор решающего удара владимира меркулова то есть шар но похоже все таки он не стоит в области в той области куда будет выставлена пирамида вот как раз николай акимич сараев подошел посмотрел оценил ситуацию и сейчас судями будет принято решение вот ставится треугольник нет проходится ли по всему пирамиду совершенно спокойно напоминаю что если бы сейчас этот шар стоял допустим вот по кадру чуть правее сантиметров на 10 то есть явно в области пирамиды тогда естественно он перемещался в пирамиду и она принимала свой нормальный вид 15 шаров все вершины на месте а так сейчас вершину пирамиды не будет но правда владимир меркулов вправе потребовать вот туда насильственным путем вот туда искать депортировать в эту пирамиду ну решил не делать этого с руки из дома на попытка атаки центральная луза такая вялая попытка без особой надежды на то что туда упадет зато очень хороший подбойщик сейчас евгений как раз походит посмотрит найдет себе удобный шар глядишь и забьет забьет подкатит к лузе прекрасный подбойщик владимир меркулов не самый простой шар выбирать евгений ведь и финт сумасшедший сыгрывает нет проходит проходит и даже наверняка своего не будет рисковать играть нет я думаю что у нас он подошел и не будет или не будет ну так попугал парочку и отошел низкой оценки удостоился от евгения это пара шаров зато он нашел другую парочку и сейчас же наверняка все раскатит так и есть на аккуратный подбой я думаю что из этой позиции евгению уже будет немного легче сделать один из своих любимейших ударов а вот обратили меня на повторе ведь он довольно довольно сложный это был удар близко стояли шары друг другу ему нужно было выполнить его без пропиха да он сделал удар с оттяжкой выполнил его великолепно без погрешности иначе судья бы устала прямо мы бы его не узнали неожиданно да я думаю что с криком понес себе отбирать у евгения шары ну и все теперь будет скатывать это процесс довольно долгий для евгения ничуть не утомительный я вас уверяю он это любит а главное умеет тем более шаров шаров много будем честны как раз 24 24 евгений догоняет владимира меркулова вы представляете алла что будет если вот он сейчас все скатит сюда в эту лузу ну к примеру фантазирую потом у него будет право разбою он разобьет пирамиду и опять начнет скатывать и так он может делать до бесконечности ну пока ему самому не надоест вот сейчас по моему как-то высоковато поднялся от короткого борта шарик что-то евгению не нравится нет обратился к судья это он просто попросил машинку вот хват видели вот действительно так получается как оставил же шар тут же судья по мужу безостановочно курсирует между полочкой и вот этой многострадальной угловой лузы на ну просто судей нет корзиночки как бы я думаю что он взял корзиночку и начал просто складывать а потом в конце игры просто подошел к полочке и все туда сложил скорее посмотрите посмотрите ведь перевел то просто великолепно конечно же это оценили вот и партия ския только на сей раз не 8 шаров вы понимаете было забито если помните двадцать четыре восемнадцать в 18 плюс 14 ну правда 14 еще не забит я думаю что проблем не должно быть хотя мы сегодня видели на очень простых шарах давайте после тринадцати забитых 14 вряд ли конечно будет мазать вот такой решил а похоже что будет вот так действительно от противного уберем оба но не то чтобы уберем убирать то мы не будем его забьем что с этим шаром чем-то недоволен евгений мы сейчас посмотрим евгений сталев и смотрим проходит ли пирамида судья уверенно выставляет все нормально ну может быть евгений просил поставить пирамиду один из двух шаров которые остались тогда ему с руки из дома надо будет разбивать нет действительно совершенно спокойно проходит пирамида не очень привычно для него стоит шар конечно не впервые ему играть по пирамиде разбивать ее но обычно это делается из дома здесь свой шар и ну судя по всему налево от себя играет он не просто играть он забивать это пятнадцатый шаг про что я говорил представляете сейчас эта серия опять я думаю владимир меркуров очень сильно расстроится потому что если так дело пойдет и дальше он просто не подойдет больше к столу ну дальше наверно конечно не пойдет дело ну смысле таким образом тогда владимир меркулов прямо сейчас нужно вставать скручивать ки и идти домой нет но с другой стороны он сидит я видел с другой стороны он сидит значит надеется на что-то вот на что он надеется он дождался да но после такого перерыва после такого психологического нокдауна нелегко вступать в игру правда для этого все уже так сказать все факторы облегчающие вступление уже есть мягкий чужой был исполнен владимиром а чарли продолжим просто в центр шарика аккуратненько да с подъемом от борта ну кстати поднялся ну очевидно там что-то не очень хорошо получилось да поднялся это не очень здорово еще бы чуть-чуть бы ему пройти ну свояк стоит с другой стороны правда со свояками мы уже видели как разбирался ну по крайней мере в начале партии да любому свояку владимир это чужого так это длинная машинка что мы собираемся делать чужого безусловно чужого обратите внимание как спортсмены играют с машинки вот чтобы видите всегда как бы турняк машинки лежит на поверхности стола ну чтобы не было лишних зазоров да что ж такое какая досадная ошибка а ведь в пуле довольно распространен удар с машинки ага все готово к очередной серии да эльгений будет свой удар это за него сделал Владимир Меркулов а эльгений будет продолжать похоже шар стоит на борту да нет 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 на борту вряд ли он стоит хотя не очень хорошо видно не видно отсюда как следует но раз играет ему скорее всего мешает вот четырнадцатый шар который там вплотную он боится его задеть вот таким образом решает проблему а вот теперь похоже борта-то он касается ну он может просто касаться кончика губки что на самом деле ничего страшного да так и есть да с винтиком видите послал свой шар чтобы он правильно отошел от борта и продолжает накатывать ну что поделать такая манера игры и повторяю обвинять сложно да и не нужно обвинять его не один раз говорил сейчас скажу и буду говорить вы попробуйте это сделать сами у кого получится смело звоните Евгению Сталеву играйте с ним нет да Павел полностью прав ух ты опять Евгений выбирает свои качают ему самому надоело накатывать и посмотрите как ставят он решил красиво перевести в другой угол да что не делает все равно он встает так что надо накатывать ну вот тяжелейшая жизнь у Евгения да ну он решил все равно сначала разобраться с этим углом их на борт свалился а там с другой стороны кстати тоже по-моему ну так раз тот тот чужой которую перевел после сыгрывания свояка да мы уже отвыкли от свояков за последние минут 15 а если выстрелить и подбить нет не будет ну вот кстати накатывать шар через всю поляну это довольно таки опасно да может стол сыграть злую шутку ну я думаю что он будет играть чуть посильнее чем просто накат да еще и с борта видите да безусловно ну не вот игра же сейчас Евгений уходить с другой стороны ну это просто уже не лично да на повторе видно что что-то интересное задумал Евгений ну не просто посмотрел что же уже и посмотреть просто нельзя что ну зная Евгения я не удивлюсь или задумал 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 ну может отойти сейчас вот так вот попытка забить свой к заканчивается чем на борт не лег заканчивается счетом 44 25 да это уже мы как-то упустились совсем ну как недавно вот до этой шаров ну я думаю что сейчас Владимир должен положить этого свояка он свояк очень непростой да не справляется с поставленной задачей Владимир Меркулов ну у нас для этого для этого у нас есть Евгений Сталев если кто-то не справляется с поставленной задачей тут слово берет Евгений чуть-чуть сильнее был произведен удар и поэтому центральная луза была просто не в состоянии принять этот шар и теперь к столу снова выходит Владимир Меркулов ну чуть-чуть там совсем не угадал-то чуть-чуть а я бы зачелкал вот это много перерезает да вот это грубая ошибка ну видно что он не в тонусе как бы довольно долго просидел выпил воды да рука остыла конечно видите как большой перерез опять же напомню в зале довольно-таки прохладно расстроен расстроен конечно своим ударом Владимир ну и посмотрим как сыграет Евгений Евгений не забивает своего шара что странно нет ну почему же Евгений тоже человек уже ошибается ну просто после такой серии казалось что ему уже казалось что ему все по плечу но вот последним то есть 14 шар в этой партии кладет Владимир Меркулов 44-26 впереди Евгений Сталин КОНЕЦ 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 Ну снова выставляется пирамида как мы видим шары оставшиеся с прошлой партии находятся вне зоны пирамиды даже счет с прошлой партии забыли поменять на табло на самом-то деле мы-то знаем что он напомню 44-26 дело в том что мы вам этот полуфинал показываем совсем без купюр вот так вот сейчас в данный момент в процессе эти изменения счета на табло вот даже такой вариант вот такой вариант ну и вот наш вариант 44-26 угадали опять атака была центральная лоза но на этот раз Владимир сыграл помягче пирамида стоит пирамида стоит дальше думает Евгений Сталев Евгений Сталев отыгрывается отыгрывается переводит шар ну посмотрим встанет ли он на игру конечно через всю поляну это сложный удар из борта и успешно с этим справляется молодец хороший шар забил просто какие-то жалкие аплодисменты на самом деле шар тонко и сильно удар в стиле Евгения Сталева ему как раз характерны вот такие вот вот такое стремление к таким шарам ну уж очень я думаю это как раз нужно сделать погрешность на новое сукно как я говорила на новом сукне более широкий отскок своего я думаю что как раз об этом то есть брать тоньше надо а да нужно брать немножечко а куда уж там тоньше там и так совсем тонюсенький удар так его увидел Владимир ну а в это время Евгений начинает серию третья серия дорогие друзья это так называемый сериал ух ты это что-то вне сценария сейчас позволил себе Евгений Сталев и вот уже нечего скатывать ну правда он сейчас следующим же ударом может найти что видите подводит наклейку прямо под самый шарик это манера целится да полмиллиметра и заденет а заденет штраф шар с полки кстати хотела сказать по поводу манеры прицеливания Евгения Сталева то что он целится практически в сукно совсем не значит что именно вот в эту низкую точку он и будет бить на самом деле на повторах это часто видно что они целятся под самый низ прям действительно думают сейчас думаешь сейчас будут рвать сукно зачем а на повторе видно что удар то ну довольно часто наносится или в центр шара или чуть ниже центра ну вот если будет такой момент мы к этому вернемся сейчас судя по всему да штрафовали задел Евгений Сталев в момент удара рядом стоящий шар и поэтому лишается одного очка накликнулся да вот видите ну неуверенно выполнял удар мешался ему конечно же там шарик который стоял рядом но это был не повод еще чтобы его задевать но тем не менее ну ничего с другой стороны мы увидели что происходит когда спортсмен штрафуется то есть при счете 47-28 один выставленный шар в принципе это не трагедия ну да снова чужой исполнялся он с нижним винтом но немного сильнее чем это было необходимо поэтому шар не остался в противоположной Лузя просто на забитие на мой взгляд он играл без всякого выхода а ведь мы видим к чему приводит риск игры как бы с выходом в случае из того в случае попадания вот Евгений вот уже пытался было третью серию начать нам показывать и даже первые кадры успел показать ну тут проснулся Владимир он дал всем понять я здесь я никуда не ушел да но все равно пока все удручающе к сожалению складывается для него ну почему же уже 47 31 потихонечку 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 что называется курочка по зернышку кто его знает что там дальше будет может не хватит все ограничивается напоминаю не спорю может я опять сорвал да сорвал может быть немного не подготовил удар как нервозность то есть сначала проснулся Владимир потом вслед за ним проснулась его нервозность сказала да я тоже здесь и тоже никуда не ушла ну мы говорили о том что игроки живые люди им свойственно ошибаться не ошибается практически не ошибается как известно либо тот кто ничего не делает либо Евгений Сталев это совсем не означает что Евгений Сталев ничего не делает просто он очень редко ошибается вот сейчас посмотрите был не самый простой такой ну по резке противный извините за жаргон противная резка была это не помешало Евгению положить этот шар ну вставай уже на подкат вот четвертая серия ну посмотрим там шариков мало такой короткометражный может получиться Фильды ну ничего зато теперь шары стоят довольно таки далеко вот даже так тогда думаю не будет она рисковать не ну так-то да с левой руки посмотрите не видит куда бьет но забивает не просто забивает он два забивает ну два-то конечно не нужно было но с другой стороны действительно получилась очень короткометражная серия видите видно что за счет за счет того что шарик очень медленно катился посильнее бы сыграл не приняла бы лузу за этот удар да как раз зацепилась бы за губу и и вышла бы ну посмотрите что делает Евгений великолепен по крайней мере вот в этом полуфинале не будет на серединке оставлять шара и я вижу будущее продолжение хотя нет вот вы уже не видите его я уже не вижу 53-31 пока Евгений Сталев впереди и вот снова готовится выставить пирамиду из 14 шаров и выставить Дебют у него был очень хороший, как ты потерялся? Ну, у него было просто мало шансов. У Евгения решается на очень серьезный шар, я бы сказала. Да, не забивает его. Тот редкий момент, когда Евгений ошибся. Но, правда, он действительно придумал себе довольно сложный шар. Я бы смотрел и смотрел. Все эти гусарские удары, это хорошо только для... Опять неудачный свояк. Для эпатажа. Если кого-то нужно эпатировать, тогда да, можно подойти и забить шар, допустим, в лузу на соседнем столе. Кстати, бывали такие случаи. Бывали, конечно. Я свидетель. И такие случаи тоже бывали. Но суть не в этом. Суть в том, что вот в таких ударах, вот за такими ударами... Русского бильярда. Ошибается. Подбивает пирамиду. Посмотрим, как распорядится сложившаяся ситуация на столе Владимир Меркулов. А у него немного выбора-то. Вот видите, его с верхним винтом. Нет, успешно справляется, молодец. Успешно справляется. Смотрим, что он будет делать дальше. А я вам скажу, оно... Я вам скажу, что он будет делать. Свою серию. Да, у них кино-то разное. Сценарий один. Да, один сценарий, а кино разное. Ну, что-то как-то вот наскучило ему, видимо. Или стояло действительно не очень хорошо. Может быть, стояло действительно не очень хорошо. Я думаю, что он с удовольствием бы продолжал туда скатывать все шары. Он забил неплохого, чужого. Так стояли же чуть левее парочка. Вот редкий свояк. Да, редкий свояк залетает у Владимира Меркулова. Ну, вот этот один из них. Причем я заметила, что, кстати, в центральную лузу Владимир свояки исполняет довольно-таки неплохо. Ну, вот с удовольствием... Только она же шире. Кстати, да, она же шире. На пул больше похоже. Ближе к пулу, да. Так любимый Владимиром и многими... Я хотела бы напомнить, что ширина центральной лузы на русском бильярде приблизительно 83 миллиметра, а угловой 72-74 миллиметра. Ну, на каждом столе, на самом деле, индивидуально там, кто как выставляет. Ну да, если учитывать, что шар сам 69 миллиметров, вот и посмотрите. Максимум на 5 миллиметров она шире, чем даже шар номер 13. Да, он, как известно, толще всех. Да, при той же одинаковой ширине, естественно. Вот. А фонарь на лузу там приблизительно 80 миллиметров. Там побольше, безусловно. На сантиметр с лишним. Но зато она не очень любит принимать в себя шары под углом там больше, допустим, 45 градусов. Прям сильно не любит. Да, очень не любит. А если еще погрешность, состоящая в скругливании губок на центральной лузе, то она не любит принимать очень и очень многие шары. Спектр значительно сокращается. Здесь есть отлично сделанный стол. Губки правильные. Счет 157. Свою серию продолжает Евгений Сталев. Да, уже 23 очка разрыв, 23 шара. Евгений ошибается. Он уже может себе действительно позволить это. Отрыв довольно-таки большой. Хотя вот там... Совсем не попал. Там уже прошел практически свой луз, но чуть-чуть что-то где-то помешало. Как раз, может быть, те недостающие пары миллиметров от центральной лузы. Как-то наотмашь не готовились. Мне кажется, Владимир уже как-то психологически сдался. Может быть. Хотя, вы же понимаете, еще довольно много играть. Ну да, 58, но 22 шара надо еще положить. Павел, если спортсмен психологически уже сдался, то... Как бы мы не подставляли шары. Терапия уже никакая не поможет. Да. Ну, Евгений великолепен. Эпизодические такие провалы, после чего... Опять серии. Можно же как-то понять. Всяко может. А почему не прямой... Причем здесь вот радикулит. Ну, прямой неинтересно. А с левой руки, действительно. И не с левой. Может быть, вообще по-другому к нему подойдет. Вот, допустим. Свой, чужой. Чужой. А я не удивлюсь, что своего сыграет. Ничему не удивлюсь. Нет, все равно. Все-таки так. Дольше думал, что называется. Да. Причем я знаю, Евгений очень хорошо владеет левой рукой. Но почему-то... В данный момент он почему-то сделал выбор играть из-за спины. Ну да. Хотя, наверное... Левой рукой было и проще. Если тем более хорошо владеешь. Для не принимать еще разницы. Город сам тебе вожден. Ну, конечно, я не могу. Ну, ноги, по крайней мере. Попробуйте, видите, что ты левой рукой. Сыграйте хотя бы, ну, так называемого, лысого шара. То есть... Битком сразу в лузу. Отдышал-то неплохо туда прям. Да, ну, похож на такой пульный удар. Мягкий. Но это русский стол. Это не пул. Между тем, после такого вот неплохого удара, ничего такого хорошего-то и не встало на столе. Евгений должен был, ну, скорее, даже отыгрываться, нежели что-либо отыгрывать. Он, конечно, для приличия что-то придумал. Да, он придумал какой-то очень сложный отыгрыш. Там была масса вариантов отыграться очень просто. Ну, очевидно, он решил вот так вот. Простота не для нас. Мы легких путей не ищем. Таков девиз. Может, попытался вот этим шаром как раз спровоцировать Владимира на атаку. Да, может быть. Он спровоцировал, и вот как раз. Это тоже тактика ведения игры. Как раз шар подходит очень близко к Лузе. Чужой. Насколько он нам чужой? Да ненасколько. На очень хорошем мягком ударе с выходом в центральную Лузу. Я же говорил за такими ударами в будущее. Павел, вы правы. Вы правы. Я не спорю. С запозданием, да, но все-таки по делу. Бурные лузменты, бурные. Потому что шар, видите, был пущен с небольшим винтом. Именно для того, чтобы после соударения... Ой, прекрасно. С бортом он... Пошел туда вот к Лузе. К той, в которую только что упал. Насколько вот хорошо, Евгений, у нас удар. Вы тогда уже объясните нашим зрителям, что означает размер удара. Просто все это будет происходить в следующей партии. А пока мы вынуждены констатировать, что 63-35. Впереди единственный удар. Этот счет был с предыдущей партии. Так что на него пока внимания не обращайте. Ну, а мы буквально в концовке предыдущих розыгрышей затронули тему размера удара. Я пообещал вам, что Алла все по этому поводу вам пояснит. Ну, я попробую это сделать. Значит, размер удара – это способность игрока очень четким и размеренным ударом поставить шар на предполагаемую позицию на игровом поле. То есть, это так называемый контроль шара. Контроль своего или чужого шара, да? На самом деле, от необходимости. Ну, от ситуации. От ситуации, да. Что ты бьешь. На дальнем плане сейчас Ива Арчуадзе грызет семечки. Ну, действительно, что и победил в первом полуфинале. Теперь ждет соперника по финалу. Вот настоящий счет. 63-35. Подавляющее превосходство Евгения Сталева. Напомню, что игра идет до 80-ти забитых шаров. 17 всего осталось сыграть Евгению. Ну, и чуть побольше. Ненамного. Всего-навсего 35. Владимиру Меркулову. Итак, смотрим. Видимо, чужого выцеливает. Чужого, причем для того… Вероятнее всего, он может смотреть отскок шара. Отскок, да. Вот как раз про размер удара. Сейчас нужно с такой силой нанести удар по своему шару, что чужой должен был упасть в лузу, а свой подбить пирамиду. Все получилось удачно. Все получилось. Наоборот, можно расценивать как удачно, действительно. Не упал ни чужой. Вот это удачно. Это то, что бильярдистов принято называть удачно. Рискнул сейчас, явно рискнул. Владимир. И получил свое. Ну что, серия? Ну зачем же так громко? Нет, срыв. Срыв удара. Поторопился. Конечно, к простому шару нужно подходить значительно серьезнее, чем к какому-либо сложному шару. Ну да, ты психологически расслабляешься. Мне кажется, что он уже там. Ты даже видишь, как он туда падает, слышишь звук. Ну что, выцеливает шар, потом замирает и как будто бы про себя прокручивает ситуацию и видит, вот как шар входит в лузу. Что происходит после этого? Вот. О размере удара как раз. Вот именно с такой силой, ну и там, именно в ту точку, в которую надо. В ту резку, так называемую. С тем винтом или без винта нанес удар. Евгений что сейчас? Ну почти поставил прямые в середину. Ну может, будет разыгрывать эту ситуацию через свои коф. Обратите внимание, как помелил. Как мелит наклейку. Евгений такой, в пуле так часто мелит. Окей? Ну Евгений, он же играет в пул. Да, он одно время серьезно увлекался пулом. Так, Владимир Пулов. Собственно, можно сказать, что два пуловика встречаются. Недоволен тем, что продолжение не видит. Нет хорошего продолжения по скату. Под свояка, но с другой стороны этот свояк можно совершенно легко сделать. Его можно вывести в угол, можно вернуть в центр, можно перевести в другой угол. В зависимости от того, как ты сейчас будешь играть и, ну то есть, что нужно. Как рассмотреть в угол? В угол там чуть ли не четыре борта будет. К сожалению, Евгений нам все заслоняет. Ну, сейчас мы увидим. Ничего страшного. Что же там произошло? Ну, не очень хорошо встало, между прочим. Может быть, и не лучшее было решение, потому что стоял шар там уже. Опять свояк скручивается. И не принимает срединка его. Ну, чуть-чуть не точно. Счет 68-36. Еще четыре шара забить Евгению Сталевой и будет двукратное превосходство. Ой-ой-ой. Громко ведь надо будет. А со свояками-то... Вот заметьте, да, Алла, ему гораздо проще, ну, то есть, по крайней мере, потому что мы видим, гораздо проще забить свояка, ну, через все поле с разных мест, находящихся на одной. Ну, мне сложно сказать, чем это связано. Вадим, наверное, он делает просто нючку, если удар это необходимо. Евгений выполняет мягкий удар с выходом в центр. Вот вам размер удара опять. Посмотрим, что он выберет. Будет ли переводить шар дальше. Да. Накатывает. Накатывает под свояка, опять же. Он, видели, предварительно подошел к нему, посмотрел, как... Вот как раз он играет практически с борта, ставит высокий мост и неудачно. Да, по-моему, перемудрил, ну, на мой взгляд. Ну, на самом деле, просто довольно-таки сложный удар, поставить высокий мост на бортик. Удар получается как массе. То есть шар меняет немного свою траекторию. Да еще и с винтом. Ну, он пытался его затянуть. Ну, это довольно-таки проблематично. Чуть-чуть бы правее шар пошел, глядишь, и юркнул бы туда. Да что ж такое. Ну, он даже с центральной лузы не справляет. Стали проблемы, да, раньше хоть попадал. Бросил, видимо, играть уже. Да, похоже, надо бросаться. Тогда Евгению нужно просто положить 10 шаров. Для него это действительно просто, посмотрите. Великолепный выход. Чуть-чуть сильнее, но я думаю, что там есть какое-нибудь продолжение. Специально было сыграно с левым винтом. Шар подскочил, ударился в борт, и за счет левого винта все-таки отошел по этому же борту, короткому, к другой лузе. По-моему, в этой встрече Евгений отыгрывался только один раз. Владимир Меркулов уже отыгрался. Ну, посмотрим, всякое бывает на бильярдном столе. Были случаи, когда... Вдруг, как птица Феникс, воскресали из пепла. И делали просто чудеса. Ну да, вот... Конечно, не... Ну, не лучший пример с Ивой Арчувадзе, Арманом Баклачаном, прошлый полуфинал. Там, конечно, было не такое превосходство подавляющее. Ну, там была упорная борьба. Но там все висело на волоске, 79-75. И в итоге пять шаровские я у Ивы Арчувадзе, и он в финале. Есть еще один шар, 37-72. Но легкого продолжения нет. Решился сыграть свояка, я думаю, что зрители правильно аплодируют. Один из редких свояков за сегодняшнюю встречу у Владимира. Причем не самый простой. Да, с трансмиром борту прорубь. Может, он как раз посидел, собрался, смог себя психологически... К сожалению, ошибается. Тринадцатый. Вот он. Тринадцатый, да. А еще и вот оранжевый шар там же был. Из неудобного положения играет Евгений. Играет аккуратно, поэтому я не думаю, что станет что-то более-менее приятное. Ну да, встает очень тяжелый свояк. Для Владимира тем более. Да вряд ли он будет выиграть. Скорее, конечно, Евгений играет. А, он его играет. Ну да, отступать-то некуда. В принципе, он уже практически ничем не рискует. В такой ситуации можно кидаться, можно атаковать. Ну и снова Евгений. Сбор-то сложно. Свояк, да? Да, свояк и гол. Свояк. Зрители аплодируют, аплодируют. Закончили аплодировать. Ну вот, на бильярдном сукне осталось треша. Ну вряд ли уж. Опять ошибается. Это уж. Может быть, просто Евгений расслабился. Очень даже может быть. Ну понятно, что в этой партии ничего не решится. Все возможно решится в следующей. Ну забивай. Забил. Итак, 73-39. И возможно, последняя партия, как мы уже и говорили. Как раз судья выставляет пирамиду. И по просьбе Владимира Меркулова пирамиды выставляют спорить. Он все ставит на карту. Потому что там ставит 39 против 73. Но тем не менее. Сейчас будет разносить пирамиду в клочья. Своего, естественно, попытается сыграть. Обратите внимание, с желтым шаром. Будет играть. Обычно при игре в Американку зачастую его ставят в пирамиду. На вопрос, а чего он не важен, что ли? Ну так в Америку же играем. Какая разница? Любим любого. Ну вот не удается сразу будет видать ошибки Евгении. Да, разбой довольно-таки сильный. Ну он так и хотел. Шаров на игре стоит много. Вот Евгений уже забирает один. Подкатывает к угловой лузе. И, наверное, сейчас опять начнет накатывать. Ну не совсем. Он просто делает перевод на другую угловую лузу. Ну вот же, проходит же шар, наверняка. Конечно. Хлоп. Есть. Атакой свояк. Там в середину еще, конечно, много что стоит. Да, осталось всего четыре шара. Можно здесь найти. Убирает не очень удобный для удара шар. Не ошибается. На мой взгляд, стояло, конечно, и полегче. Но вот уже, видимо, почувствовал, что стоит. Образно говоря, Евгений пытается... Пытается уже, видимо, там что-то самому себе доказать. А Владимир так и забивает. Сороковой шар. Набирает не очень простого шара в центр. Но сыгрывает. Но успешно его играет. И подкатывает. Посмотрим, возможно ли там будет сыграть чужого шара, или останется только свой. Да похоже, что... Нет, чужой-то можно играть, только... Вопрос в чем? Да, и переводить надо. Да и даже чужой, наверное, не... Если играется, то... Не очень удобно. То вот да, только отсюда. Посмотрим как. Не получился удар. Вот было видно, когда Владимир готовился к нему. Он вроде бы как-то замахнулся, потом чуть остановился, и еще разок. Как будто бы не был уверен в том, что он забьет этот шар. И, к сожалению, его предположения, вероятно, подтвердились. Хват, посмотрите, какой. Подгибает безымянный палец. Мост. Да. Вот так вот. Ну, это уже... Это уже баловство называется. Да. Я бы назвала это точно так же. Ну, может себе позволить с другой стороны? Конечно. Порадовать публику? Почему нет? А забей он сейчас его. Причем не дотянул-то совсем чуть-чуть. Да. Да. Я думаю, сорвал бы бурные аплодисменты, чем порадовал публику. Ну, и потешился бы сам. Ага, свояк. Есть свояк. Ну, что же дальше? Дальше в угол чужой. Только чем сейчас выберет? Ну, кстати, неизвестно. Кто будет. Да, действительно, чужой в угол. Ну, не очень-то везло. Да, по дороге встретил другой шар, и, очевидно, траектория приняла... Ну, тоже довольно-таки сложный удар. Ну, резко неприятно. Однако все в порядке. Ну, так, глядишь, может и правда воспринять духом. Потому что за такое пижонство, конечно, сама игра... Зачастую сам был свидетелем, да и Алла наверняка. Да, за такие удары, в принципе, нужно наказывать, конечно. Да я говорю, что даже сама игра бывает наказывает. После этого шары тыркаются по лузам и не хотят туда падать. Остаются. Смотрите, великолепно. Великолепно. И, ну, чуть-чуть пройди еще. Хорошо. Свояк. Сейчас мы посмотрим. Чужой. Справляется. 46,77. Ну, осталось совсем чуть-чуть. 31 шаг. Ну, это же ерунда. Если засчитывать каждый, то вообще чуть-чуть. Все уже близко. Ну, рассчитывать на то, что не ошибется. А Евгению всего лишь три шара. Ну, туда дуплет по луту прошу. Неудачно. Неудачно. Отпустил он, конечно, шара. Говорил про то, что лучше дуплет в таком случае перерезать, чем не дорезать. Он, по крайней мере, бы ушел. Конечно, перерезание – это как раз идет расширение. Ну. Вот как раз и то наказание, что шар не хочет идти в лузу. Ну, сейчас он не просто не хочет идти в лузу. Сейчас-то он прям совсем мимо цели послал. Этого чужого шара. Ну, тогда Владимир, забивайте вы. Не забивает Владимир. И что у нас происходит после его удара? Встает чужой. Да как хорошо ставит? Не забивает, ладно, да? Но ведь как ставит хорошо? Да, для Евгении это очень простой шар. Уходит. Чуть сильнее. Немного не рассчитал размер удара. И опять. Любимый удар из-за спины? Нет. Все-таки из-за спины. Закрутился, как волчок. Крутит этой палкой направо и далеко. Снова промахивается. Ну, неудивительно, собственно. Будет подставка? Похоже, что есть. Да, будет, конечно. Неужели Владимир не решит все в свою пользу? Нет, похоже, не решит. Ну, с другой стороны, он же имеет право забить все шары. Вот, смотрим, как встанет. Что-то как-то прорвались свои ки. Да, неплохо. Ну, зацепи, зацепи раствор. Нет. Уходит позиция очень неудобная для продолжения. Ну, свояк хороший. Свояк отличный. Спрашивается, где же они были всю игру? Ну, где-то на поле были, да. Просто нет. Да, видите, опять берет желтый шар, будет разбивать им. Пирамида вся выставляется. Опять будет делать сильный разбой. Опять в банк. Вот оно, то самое продолжение этой американки. Почему она так и называется. И опять посылает шар точно туда же. Ну, с другой стороны, в прошлой партии он, хотя и не забил, но это ему помогло. Ну, Евгений баловался, конечно. Ну, если бы он так, то что он баловался, безусловно. Просто он уже настолько, на мой взгляд, расслабился. Ну, сейчас, глядя на его лицо, думаю, что он уже не будет баловаться. Ну, да, остался последний шар. Ну, подошел к простому шару. Все. Все на этом все. Евгения Сталева. За третье место сыграет Владимир Меркулов и Арман Баклачан. А мы на этом с вами прощаемся. Я Павел Черемисин и Алла Колупаева. Говорим вам до скорых встреч. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова